Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Андрей Чуев развелся с Таней Киосей. Моя дорогая бывшая жена, написал Андрей. Всегда помни, что независимо ни от чего, я всегда приду к тебе на помощь. Я благодарю тебя за 7 прекрасных лет совместной жизни, за то, что ты прекрасная мама. Прости, когда был не сдержан и груб. Сама знаешь, характер не айс. Татьяна Владимировна Африкантова рассказала своим подписчикам в прямой видеотрансляции о двух составляющих счастливого брака. По ее мнению, это сексуальное наслаждение и деньги. Женщина рассказала, что она уже почти счастлива, ведь она занимается волшебством с мужем каждую ночь, а иногда и два раза в день. Ее подписчики удивлены смелости высказываний Татьяны Владимировны. Теперь-то понятно, как Марина курса орального секса открыла, пишут они, с такой-то мамой. Заявлять об этом на всю страну женщине в таком возрасте вульгарно, особенно при наличии семьи. Сиди себе дома с подружками и обсуждай. Алекс Гулиев возмущен тем, что его пытаются выставить аферистом. Организаторы Дома-2, чтобы обелить репутацию телепроекта перед телезрителями, пытаются оклеветать Гулиева. Рассказывают, что его якобы выгнали с проекта за ложь, что он выдумал себе брата-инвалида, чтобы заработать на этой легенде. Алекс готов предоставить средствам массовой информации любые сведения касательно своего брата. А пока он опубликовал в соцсетях его документы. Катя Король не собирается отступать от Дениса Козловича, даже несмотря на то, что он давным-давно поставил точку в отношениях с ней. Она пишет, «Многие утверждают, что наших отношений с Денисом больше нет. Да и сам он уверен, что поставлена точка. Но я всегда живу так, как хочу и достигаю всего, чего пожелаю. А что я задумала и удастся ли мне это, скоро узнаете». Илья Ябаров пытается строить отношения с Татьяной Родионовой. Пока девушки не было в периметре, он перенес все ее вещи в отдельную комнату вместе со своими и объявил об их официальном заселении. Татьяна пишет, «Меня это не особо обрадовало, но по приезду на Поляну я решила все-таки остаться в этой комнате». Видимо, удобство проживания в отдельных апартаментах поспособствовало этому решению Тани. Вова Гаути скоро даст сольные концерты в Туле, в Орле и в Калуге. Фанаты не пропустите. Чтобы уговорить свою девушку Катю Гужвинскую поехать вместе с ним на гастроли, Вова даже согласился разместить ее на афише своих концертов и записать с ней совместную песню. К тому же бэк-вокалистка Гаути – его бывшая девушка, так что вряд ли Катя откажется от этих кастролей. Марина Африкантова и Яна Шофеева сдружились. Они гуляли всю ночь по городу и разговаривали. «Теперь я не один щекастик на проекте», – пишет Марина. «Не могли наболтаться и находиться. Гуляли без остановки четыре часа по весенней Москве». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!